Словно заколдованный злосчастный перекрёсток на пересечении улиц Никитина Горького практически каждую неделю притягивает аварии. Водители, пешеходы и общественники уже не один год пытались привлечь внимание властей, чтобы хоть как-то снизить аварийность. Но этот участок опасным признан не был. Водители руководствовали знаками. Барнаульцы уже неоднократно просили установить на этом перекрёстке светофор. В основном ДТП здесь случается из-за того, что водители, которые едут по Никитина, часто не замечают или просто не видят знак «Уступи дорогу». Ольга работает в магазине неподалёку уже больше 10 лет. Говорит, ДТП здесь явление частое. Недавно, где-то месяца 4 назад, вот когда приехала 5 скорых, когда девчонка в шоке, она вообще была в шоке, а одного водителя или пассажира, неважно, я это не буду уточнять, утверждать, а вообще ложили на носилке, он был вообще никакой, как овощи. То есть, походу, там переломы страшнейшие были. Звонила, добивалась, чтобы поставить этот светофор. В итоге всё-таки добились, взяли на контроль. Возможно, не обошлось и без колдовства. Год назад на перекрёсток мы приглашали шамана. Разбитые машины, тяжёлые травмы теперь в прошлом, надеются барнаульцы. Достаточно аварийный, проезжаешь часто там, с эти происшествия ДТП бьются, там то ли не видят люди, то ли надеются, на знак не смотрят. Конечно, тут надо светофор, там стоишь, неудобно проезжать. Нужен, конечно, он очень опасный, перекрёсток. Лисы очень часто происходили, даже транспортные происшествия. Ну, сейчас вот должны поставить светофор, подключить. А это не менее оживлённый перекрёсток. По словам барнаульцев, светофор здесь напрашивался давно. Например, чтобы по Доповской пересечь проспект строителей, водителям приходилось ждать, когда, наконец, пойдёт пешеход. Впрочем, кто-то и не ждал. ДТП здесь явление не менее частое. Ведь движение на перекрёстке всегда оживлённое. Перекрёсток этот светофорным регулированием нуждался, потому что вот там очень зачастую, особенно вот у нас в 2019 году, там очень много было дорожно-транспортных происшествий, в том числе были с пострадавшими. Сейчас документация вся подготовительная, техническая составляется на запуск, то есть акты водоэксплуатации. В администрации пояснили, светофоры запустят к началу следующей недели. Их установили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Потратили порядка двух миллионов рублей. Также нас заверили, приборы для регулирования дорожного движения будут работать круглосуточно, включая выходные дни. Главное, чтобы роковые перекрёстки перестали притягивать аварии, как магнит.